У нас, говорит, все на три части поделено. Одна треть молится, одна треть воюет и одна треть работает. Я говорю, вы прям как Арий, слушай. Ну, говорит, это самая идеальная схема. То есть их работа – это молиться. Их работа – дух стяжать, и все это энергетически обеспечивать. Оккультно, энергетически, по-разному это можно называть. Обеспечивать благосостояние не только израильтян, а вообще всего еврейского народа. Эльбрус – это точка силы? Они так считали. Они в этом и ошиблись, вы понимаете, их обманули. Но там смысл в чем? Что кто контролирует Кавказ в хребе, тот контролирует Евразию. Здравствуйте, дорогие друзья. Канал Перехват Управления с вами. И у нас гость необычный – это Алан Мамиев. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Благодарю, что подвали. Тема оккультизма. Все очень боятся. Что это за слово такое? Что оно в себе содержит, что люди его так боятся? Может быть, там ничего страшного и нет? Наоборот, это то, что мы должны все достигнуть? Ну, какое-то что достигнет – это взаимодействие энергии. Мы же понимаем, что есть мир видимый, а есть мир невидимый. Способы взаимоотношения с этим миром невидимым всегда являлись такой интересной сферой для определенных людей. Мы же понимаем, что в том же этом арийском обществе, не знаю, скифском, любом другом, то есть общество делилось на три части. Были люди, которые отвечают за материальный ресурс. То есть все же связано в материальном мире – это все творение их рук. Они вот с материей в этом мире любят работать. И вайши их там называют, труженики их называют, как раз у нас там бората их называют. Есть воины, которые все это защищают, управляют, направляют, как-то окормляют. Они ничего не могут сделать. Ему молоток дай в руки, гвоздь он вряд ли забьет, а вот кому-нибудь нанести телесные повреждения – это запросто. У него такая натура, понимаете? Он родился таким. Такое у него предназначение. А есть как бы жреческое такое, скажем, сословие, род такой. Это люди, которым… Люди знания. Им интересен мир, они его познают. Кто интеллектом, а кто в более тонких сферах. Потому что у нас есть разные способы познания реальности. И, соответственно, вторгаясь в эти сферы неизвестного, невидимого или неосязаемого. Люди учились с этим делом взаимодействовать и как-то это использовать в своих повседневных изначально делах, потому что это можно лечить. Потом поняли, что с помощью этого можно еще и калечить. Понимаете? Можно лечить, можно калечить, можно управлять большими массами людей. Древнеегипетское жречество, персидское жречество, не знаю, суфистское жречество, китайские даосы. Люди это знания собирали, собирали, собирали. В конечном итоге все, что мы видим на нашей планете, для глаза непосвященного человека, это экономические войны. Экономические, там Ротшильдер, Эквеллер, какие-нибудь плохие еще банкеры, нефтяные вышки делят. Это вот все средства, где эти вайши находятся. Они там все материальное, бабки делят. Вот эти уже власть делят. Люди с мечом, им уже эти нефтевышки не очень интересны. Они делят власть. Почему? Потому что они понимают, что у кого меч, у того и власть. Они придут, любую вышку заберут, любой банк тоже приватизируют, любой бизнес тоже отберут, потому что у них есть меч. И они за этот меч, соответственно, его стяжают. А есть люди, которые в пространстве мира невидимого, жрецы, да? И вот самый главный срез воин находится в этой плоскости. И когда мы с тобой перед эфиром говорили, что главная война будет идеологическая и концептуальная, это война на этом уровне. Понимаете? Потому что и кто концептуально сможет миру навязать свою идею, как бы эту идею в виде образов поселить в коллективном, бессознательном всего человечества? Это же не просто так тривиальная история, да? То есть когда большевики свою идею родили, сначала в виде экономической модели, потом в виде образов это создавали художники, поэты, театральные деятели, музыканты в виде художественных образов. Это поселялось уже в коллективной, бессознательной. И через это коллективной, бессознательной уже население двигалось куда-то. И вот эту сферу, кто как называет, эзотерикой, оккультизмом, духовной сферой, все по-разному ее можно называть. То есть это про это. С одной стороны, я не скажу, что это нематериальная, это тонкоматериальная сфера. Нематериальным ничего не существует, да? Это не то, что там, оно тонкоматериальное, да? То есть мы не видим электромагнитные волны, они же есть, да? Мы не видим радиоволн, но они же есть. То есть они материальные, но тонкоматериальные. Вот тот, кто умеет с этим тонкоматериальным полем взаимодействовать, тот и есть жрец, понимаете? Тот, соответственно, вот как-то это дело использует. И ярлыки принято навешивать, да, то есть, если я определил себя, что я хороший, назову себя волшебником, а вы, мой враг, вы будете колдун, понимаете, в принципе, заниматься одним и тем же, да, все зависит от точки зрения. Вот то же самое, там, человек говорит, я хороший, я там вот духовидец, понимаете, духовидец, а вы плохой, почему, потому что вы оккультист, вы будете, значит, оккультистом, понимаете, потому что мы общаемся с одними и теми же сферами, каждый использует свою, как бы, сторону, и вот имена, ярлыки навешиваем. Это взаимодействие с миром невидимым и использование его в каких-то практических плоскостях. Люди спрашивают, как это можно использовать, духовная сфера, духовная, тонкоматериальная. Мы же научились использовать радиоволны, научились, электромагнитные волны научились, звуковые, да, там какие-нибудь воздействия звуком же есть, есть, его же не видно, не видно, воздействия есть, есть. Вот это тоже все тонкоматериальные вещи, которые глазами, ушами не видно, не слышно, а они при этом есть. Даже элементарно взять два магнита, да, поле вот это. Конечно, это все взаимодействие, да. То есть, наука у этого оккультизма всё больше и больше пространства отбирает. Если раньше всё было оккультизмом, телефон, привыкли, в тебе, какие-то хорошие племена, просветлённые, всё, покажи ему телефон. Он тебе скажет – ты маг. Позвонишь ему брату куда-нибудь, он скажет – это вообще чёрная магия какая-то непонятная, неизвестная, назовут дощечка Брахма или ещё что-нибудь. Дадут имя какое-то, вас назовут оккультизмом. А это наука. Соответственно, наука всё больше и больше забирает у этого оккультизма территорий и пространство. И поэтому самые такие сейчас оккультисты, они зачастую уходят в погонах, понимаете, или имеют научные степени, но это не позиционируют. Почему? Потому что власть – это сила. И поэтому об этом говорить не принято. Вы думаете, наверху в погонах они понимают, тем более умеют управлять оккультизмом? Товарищи, у нас было 5-е управление ГГБ СССР, которое только этим, по-моему, и занималось. А куда же они делись? Это вопрос... А как они тогда допустили вот все, что сейчас происходит? Вот это самый главный вопрос. Этот вопрос всю жизнь задавали Филипп Денисовичу Бобкову, руководителю этого 5-го управления, который окормлял культурную сферу, там Пугачева им восхищалась, все. А что такое культура? Это управление через сознание, управление через музыку, это же все тоже, по сути, жреческая функция. И всю эту сферу контролировало 5-е управление ГГБ, и вот там Филип Денисович Бобков был этим делом, окормлял Джуна, там, вы помните такие эзотерики эти, как энергиями кто занимался, Кашпировский, Алан Чумак, да, это которые известны, и много еще было неизвестных. Они вот все окормлялись именно этим управлением. Посмотрите у какого-нибудь там религиозного человека, кто такой Кашпировский, он вам что-то там заклеймит, его там, что-то не сатанистом назовет, понимаете? Он работал с энергиями, он был гипнолог, да, какой-то, кто-то работал с энергиями, кто-то был Джуна, она с помощью энергии своих, своей биоэнергии, электромагнитными полями своего тела могла воздействовать на ваши электромагнитные поля, это сейчас наушно называется, и эти ваши чакры выздоравливали, и тело оздоравливалось. Ну, это же так сейчас, да? А когда этих приборов не было, не было понимания электромагнитных всяких взаимодействий, ну, магия рукой помахала, человек из живот прошел, оккультизм. И еще я не согласна, что колдун и волшебник. Колдун все-таки тот, который зло творит, тот, который, может быть, уничтожает, разрушает, а волшебник это другой. Опять же, мы приходим, я же тебе говорю. С любой стороны, если даже смотреть. Добро и зло, это же, понятие же говорит, относительно. Относительно чего оно? Относительно мотивации своей. То есть, если он хочет убить или разрушить, тогда он колдун. Относительно вас. А если он врага хочет разрушить? Вражеское государство разрушает, иностранного захватчика, понимаете? Это он кто тогда? Применяют те же самые тексты. Это как автомат. Понимаете? Что такое вся эта магия, оккультизм? Это автомат. Опять-таки, тогда мотивация работает. Либо он защищает, либо он нападает. Но опять же, это все, понимаете, злое добро относительно вас. Человека, принимающего решение. Вот у вас добро и зло, и вы принимаете решение, что русскому окружу, то немцу смерть. Откуда эта поговорка взялась? Им такие подобные поговорки. Потому что вы и есть критерии оценки, понимаете? И тогда, когда немцы нападали на нас, они считали, что они добро несут. Они очищают землю от шудры, продолжение курокшетри, знаменно вверх идут полки, на куру жертвенное поле, понимаешь? И новый вождь им знак руки. Ты это вознес вперед, как символ воли. Вот они считали, что они добро несут. Они же уверены были, что они добро несут. Они получили поддержку оккультного ордена, какой-то это черный мандал из Тибета. Они тоже с ними эти жрецы шли буддийские. Говорят, обманули они их, тибетцев. Кто вот их обманул? Немцы. Немцы их обманули? Что они пришли с мотивацией вроде как благой, а в итоге использовали эти знания неправильно. Итак, вот если возвращаться ко всей этой истории, как бы, понимаете, вот немцы, это вся немецкая аристократия, она же очень сильно там ездила тогда на Восток, в Индию, в Тибет и все прочее. И кто там кого обманывал, кто там кем управлял, это же тоже, знаете, такая история. Они их научили всяким этим оккультным приемам, они их научили погружаться в разные состояния, там, ННР, бы, да, все это вот оно исследовало, общество врил, там, это же все вместе, все это крутилось, понимаете, они поняли, что нужно расширяться им, то есть расширять эту границу этой империи, этого рейха, потому что это хорошо. Это вот такое вот арийское наследие они несут. И вот они пришли на нашу территорию и с чем-то таким тоже столкнулись. И вот тогда, они же проводили обряд, для чего они захватывают операции Дельвейс, для чего нужна была эти горно-стрелковые части немецкие, им на Эльбрус надо было забраться и водрузить там знамя. Потому что нам в ряд проводили определенный. И проводили как раз вот эти вот, так скажем, буддисты. Ну, они не буддисты были, они тибетцы были. Как они там говорят, что к традиции Бон относились. К чему они там на самом деле относились, я думаю, сейчас сложно сказать. И потом, когда война была проиграна, совершили ритуальное самоубийство. Все, что про этого человека было известно, его называли человек в зеленых перчатках. Его имя никто не знал. И вот они по кругу лежали, в середине лежал он. Они все совершили ритуальное самоубийство, эти люди. Когда они поняли, что они проиграли. Они не поняли, кому они проиграли. Но они поняли, что они проиграли. Понимаете? А самоубийство разве и правильно уходить? Тем более люди, которые знают, что… Так они знают. Которые знают, тем-то, конечно, и нормально. Они умеют. Они считают, что тело – это просто вот аватар. Но он аватар один выключил, он понял, что все бесполезно. Аватар выключил. Хаус Хоффер, как покончил жизнь самоубийством. Точно так же. Ритуальное самоубийство совершил в камере своей и ушел на перевоплощение. По некоторым данным, все-таки, ты должен пройти всю эту чашу, как бы выпить до дна. То есть, пройти все испытания в этом теле. Смирь сама должна прийти. По каким данным? Ну, по таким секретным. Вы сейчас православную эсхатологию цитируете. Вот они на перезагрузку и ушли сознательно. Они как-то это умели делать. Технологии известны. Вот как Далай-Лама перевоплощается. Это же один и тот же человек. Сколько? Уже лет 200. Один и тот же человек. Его ищут по определенным признакам. Когда умирает тот Далай-Лама, он говорит, в каком районе искать будущего ребенка. И вот перед этим ребенком кладут предметы, он находит предметы. Ну, это же перевоплощение идет. То есть, у них технологии известны им. Сознательные. Сознательные, да. Соответственно, эти товарищи тоже... Это для родовых граждан. Они же выходят из этих всех правил игры. Понимаете? Когда твой уровень сознания до какой-то уровня доходит, из этого все истории, карма, все эти вещи, ты становишься уже над этим, вне этого. Понимаете? Это уже тоже вот этот оккультизм, эзотерика. Оно всегда не для массового зрителя. Ну, не для массового зрителя не потому, что там что-то сверхъестественное есть, а потому, что этому надо всему отдаваться. Весь человек должен тому отдаваться. Это тяжелый труд трансформации себя. Это другая картина мира. Как бы, ну... Я многими этими практиками занимаюсь, я понимаю, что они всего тебя требуют. Понимаешь? Там нельзя, там, знаешь, одной попой на два стула не сядешь. Ты либо там, либо там. Либо ты полностью уже погружаешься в это, либо туда лучше не лезть. Понимаете? Жизнь себе простой обычной бытовой жизнью. Что вам интересно? Эльбрус – это точка силы? Они так считали. Они в этом и ошиблись, вы понимаете, их обманули. Их поэтому и обманули. В смысле, кто им это убедил? Говорят, Гурджиев. Говорят, Гурджиев Гитлера убедил, что вот Эльбрус... Там смысл в чём? Что кто контролирует Кавказ, хребет, тот контролирует Евразию. Как бы те места силы, из которых идёт контроль над Евразией. Главная, типа, точка на Кавказе – это Эльбрус. Почему? Потому что они посчитали, что самая высокая гора, и именно поэтому, что там. Но судя по тому, что они всё сделали, как должно было быть, и проиграли, значит, их обманули. Они-то поняли, что их обманули, что эта точка находится в другом месте. На другую бери. Алана, а какой всё-таки смысл в этой Второй мировой войне? Какой охлажденный смысл? Любая война, она как бы идёт и в материальном плане, и в нематериальном, в тонкоматериальном тоже. И основная часть считается, можете с этим не соглашаться, происходит именно в этом тонкоматериальном плане, да, то есть в каких-то надмерных реальностях. Война богов? Ну, не богов, скорее каких-то вот энергетических сущностей, да, энергоинформационных, я не знаю. Война на небе идёт, да, там война там в нижних мирах идёт. Эти сущности между собой тоже сталкиваются, да, эгрегоры, грубо говоря, это же столкновение эгрегоров. То есть когда идёт человек, с ним идёт некая сила какая-то определённая. И он на плечах несёт эту силу, если он является проводником этой силы опять же. И они считали, что за плечами советских граждан ничего не стоит, потому что тут был типа атеизм, там всего они отвергали, никаких религий, ничего нету, за ним ничего не стоит. Мы сейчас просто пойдём и там переколошматим, потому что за нами сила. Всего там лариства, там я не знаю, Тибета и всего прочего. А столкнулись с такими же самыми ариями, причём не просто ариями в потенциале, а ариями, в которых сила включена. Понимаете, кто в них её включил, это же вопрос открытый. Говорят, там вот есть какие-то волхвы, какие-то жрецы есть на Руси, понятно, что это вот не наши эти официальные там структуры, их в то время даже и не было. Это же кто-то, это же люди, это люди, которые эту связь с Грегором обеспечивали, да, люди, которые оборачивали. Вот что такое бессмертный полк? Вот наглядный пример, современный бессмертный полк. Бессмертный полк – это опора на дух великих предков. Почему они великие? Потому что они победители. Это же мы не взываем там тех, кто участвовал в Куликовской битве или там даже ещё какой-нибудь другой битве. Там, где конкретно была победа 1945 года, мы их портреты несем, мы к ним обращаемся. Почему оно сильнее работает, чем, ну не знаю, там, какой-нибудь крестный ход? Почему никого, как это сказать, не оскорбляя ничьи чувства? Потому что ты несёшь своего родного дедушку, твоего предка. Ты несёшь, ты им гордишься, у тебя мурашки по телу порвели. Ты не какого-то там неизвестного там человека несёшь, был он, не был, ты не знаешь, вот там доску какую-то, да, а ты несёшь своего конкретного предка. И так их людей миллионы. И ты к ним обращаешься, типа вот у нас сейчас тяжёлая ситуация, вы с ними все идёте в едином строю, лава вот это людей, да, как миллионы же людей по всей стране выходили. Их же никто не заставлял. Это же не казённое мероприятие было, где вот куда-нибудь как сгоняют там студентов или ещё кого-то там, никто никого никуда не сгоняет, добровольно приходит. То есть добровольно, энергетический позыв, призываешь этих предков и всё это начало соединяться, то есть этот народ начал соединяться с Эмми Грегором, духом великих предков. И когда это поняли, то запретили категорически. Нету больше. Почему? Потому что, чтобы этого не было. На Украине был? Да, везде был. В Израиле был, на Украине был, везде был. Это как волна пошла, понимаете? В Европе везде. И всё это начали раскачивать. Дух народа победителя поднимать. Понимаешь? И вот точно так же кто-то вот делает, когда воины идут. Молятся, обращаются к предкам, к силам мира невидимого, ко всяким там вот таким моментам, понимаете? Кто это умеет делать, тот, соответственно, в воинах и побеждает. И жреческий уровень – это как раз работа на этом уровне. Ватикан, какие-нибудь ордина, если ближневосточные брать. Исмаэлиты. Несколько таких групп сил есть. В Тибет, в Китае свои какие-то даосы. Их не так много. И основное столкновение идёт на жреческом уровне, на вот этом вот, оккультно-мистическом. А всё остальное – это… Ну, этого оккультно-мистического ордена, ну, у него есть там Исмаэлиты, а у них есть ассасины. Да? Воины там эти известные. Это же. А у них есть какие-то там коммерческие структуры. Купцы, сейчас нефтяные вышки и всё прочее. Добыча полезных ископаемых на Ближнем Востоке. И всё это единая структура. Так же, как в Китае. Вот у них есть там даосские ордена. Там дальше идёт конфуцианство. Вот эти чиновники, воины там они все. Тут пролетариат там красный. А в центре это даоса находятся. Которые сидят, молятся там, медитируют и что-то там взаимодействуют с миром невидимым. И когда вот эта структура есть, тогда вот эти все государства, они… и протяжённость во времени вот видно по истории бывает. А у нас вроде как бы нету. Ну нету же по факту. То есть официально это, конечно, как бы есть. А кто этим занимался-то? Ну как в царское время выгребли? Когда вот развал России был, а страну выдержали. Кто-то же этот дух-то вселил. Ну его же это видно было. Оно всегда проявляется в творчестве. Наука, искусство, рост резкий. Ты уже, наверное, его туда подключил. В розетку туда воткнул это всё дело. Обряды какие-то проводил. Понимаете? Гурджиев там много про это там намекал. Там Рерихи на это намекали. Там всё-всё-всё. Это же как раз вот это с тех эпохи. Они же того поколения все были. Блаватская. Это же всё же выходцы, я извиняюсь, у меня с Российской империей. Соответственно, немного тоже что делали в этом направлении. В то время, в ту эпоху. Сейчас эта вся история повторяется. Есть же тогда миф, что Махатма какое-то письмо Ленину передали, да? Что они передали письмо ему там от этих учителей. И как бы до него оно не дошло. И что сказали? Ну ладно, не в этот раз, значит через сто лет. Через сто лет, кстати, в двадцать четвёртом году будет, между прочим. Потому, что там в двадцать четвёртом году было. Повторим, говорит, через сто лет. Потому, что они считали, что Россия должна повести весь мир за собой. Куда? К звёздам. Учение, когда приходит, оно приходит на том языке, к какому народу оно и должно быть дано. Да. Это Рерихи, Блаватская. Всё это учение, в принципе, у нас есть. В жире, в какой бы он не был. По-разному к нему относятся. Он и тем помогал, и этим советовал что-то там. Ну. Интересно, во время смерти он сказал, в момент смерти своим ученикам, знаете, что сказал? Он сказал, рассмеялся и сказал, вы даже не представляете, во что вы ввязались. Конечно. Война идёт за будущее, друзья мои. И мы в ней обязательно победим. Но самый страшный бой – это будет концептуальный. Мы уже об этом говорили. Это как раз реческий уровень. Это война образов будущего будет. У них есть образ будущего, будущее как прошлое в разных его форматах. А у нас будущее как новое небывалое и дальше к звёздам. Но у них есть своя культурная среда – кинематограф, музыка, все вот эти наши деятели культуры. Они же эту всю историю поддерживают, понимаете? Где у нас в России сейчас снимают хорошую фантастику? Я ни одного фильма назвать не могу на вскидку. Зато про Чебурашку там, про Вторую мировую войну, про Первую там, про Царя, про всё что угодно. Будущее как прошлое – валом этих всех историй. А про фантастику нету. Хотя книг-то, мы его как раз обсуждали, много, да? Что можно снять? Пожалуйста, снимите. Ефремова. Чего вы не снимите? Не снимают, да? Ну, много что ещё такого. Соответственно, эта культурная среда должна быть. Она должна поддержать творческая интеллигенция, понимаете? Нас должны поддержать какие-то музыканты. Должны появиться песни, да? Цой начал петь не в ту сторону – бац, нету Цоя. Понимаете? Тальков стал петь не в ту сторону – нет Талькова, да? Эти тоже люди должны появляться. И всё это появится. Сейчас время не убийств, на самом деле. Это запрещено, поэтому другая игра началась. Другая игра. Более сложная, но гораздо более интересная. Интеллектуальный бой. А скажите, у семитов как там с кастами? У них вот в центре всего-то находятся каббалисты, да? Вот эти каббала, да? Это же наука ихняя, да? Там оккультная. Там уже периферия, да? Эти все эти религиозные евреи. И периферия дальше уже вот, пожалуйста. Разные то, что мы там знаем. Массады, силовые структуры, армия. У них же вот есть, в принципе, государство. По принципу такого ордена оно, в принципе, и сделано, да? То есть там даже евреи мне говорили. Говорят, Аллан, у нас, говорит, всё на три части поделено. Одна треть молится, одна треть воюет и одна треть работает. Я говорю, вы прям как Арии, слушай. Ну, говорит, это, говорит, самая идеальная схема. Понимаешь? У нас, говорит, Иерусалим, это вот там религиозные, они же не работают. Знаешь, что религиозные евреи не работают? Они только молятся. То есть их работа – это молиться. Их работа – дух стяжать там, и всё это энергетически обеспечивать. Оккультно-энергетически, по-разному это можно называть. Обеспечивать благосостояние не только израильтян, а вообще всего еврейского народа, да? То есть этот фронт они отрабатывают. Насколько у евреев дух силён? Ну, судя по тому, что происходит в мире. И как они прогибают под себя, наверное, силён. Сейчас война какая идёт? Война справедливости с Сынами Завета? Да не справедливости с Сынами Завета, а прошлого. Я говорю, будущего как новое небывалое, и будущее как прошлое. Понимаете? Эти Сыны Совета, когда мы такие категории делаем, мы же… какую мы делаем ошибку? Что мы всех начинаем грести под одну гребёнку. Сейчас нету такого… это же не единый строй, понимаешь, не единые когорты. И когда ты начинаешь индивидуально там или просто разговаривать, а чего вы хотите? Ну чего вы хотите? Мы хотим власть над миром. Понятно. Но власть над миром – это инструмент. А для чего она вам нужна? Что вы с ней будете дальше делать? Рабов они хотят. Для чего? Чтобы жить хорошо. Всё это тупик. Это тупик, понимаешь? Они не понимают этого. Ну, не понимают совсем упоротые, понимаешь? Совсем упоротые. А все остальные понимают. А правят именно упоротые же? Ну, пока да. Пока-то да. Ну, в этом-то проблема. Ну, они являются локомотивом всей этой истории, понимаешь? Потому что мы альтернативную концепцию забрали. Была альтернативная концепция. Советский Союз двигал альтернативную концепцию. В том числе большое количество евреев к этому делу примкнуло. Ученых, музыкантов. Ну, творчество. Каганович с нами, как говорит, товарищ Сталин. Понимаете? Какой Каганович? Лазарь Каганович. То есть, он же об этом же говорил. Что мы предложили проект, и они как бы сказали, зачем нам вот это вот, ваши машахи, всё остальное. Давайте лучше в космос полетим. И они примкнули к этому. И до тех пор, пока мы это сами несли, они до тех пор были с нами. Когда мы это кинули, сказали, ну, мы хотим просто потреблять. Они говорят, ну, вы хотите потреблять, а нам нужна идея. Ну, давайте сами, что у нас там есть? Ну, сионизм тоже. Прекрасная идея, давайте её реализовать. Они не могут без идеи. Понимаете? Эти жрецы не могут просто на желудке жить. Ну, не могут. Они либо умрут, либо сопьются, либо другую идею себе придумают. Не могут они на желудке, понимаете? И когда нам цивилизацию желудка здесь привили, это априори было сказано, что это жречество должно быть в стране уничтожено. Эти, как бы, творческая интеллигенция спилась. Люди, которые не могли, они либо нашли себе другую. Идеи ушли в какие-то секторы, религиозные течения. Куда-то, где-то самореализоваться им надо. Они не могут желудком жить, понимаете? И они себе другую идею делили. Либо спились многие, либо уехали, либо ещё что-то. Примкнули к другой идее. Они без идеи не могут. Мы от своей сами отказались. То же самое и евреи. Когда мы свою идею опять начнём двигать, понимаете, мы опять там в космос, всё. И это должно быть убедительно. Не так сказать, вот товарищи, мы сегодня на съезде Единой России решили, там постановили, что всё, мы там на ум идти. Понимаете? В это же никто не поверит. Это должно быть по-настоящему. А как будет маркер, что это по-настоящему? Появится творческая интеллигенция через… Потому что это энергия. Потому что это по-настоящему энергия. И мы увидим музыку, песни, фильмы какие-то, ещё что-то. Не потому что их заставляют, а потому что они не могут по-другому делать. Как говорил товарищ Звонецкий… Горящие глаза. Писать, как и писать. Нужно, когда больше не можешь. Знаешь, когда люди уже больше не можешь, энергия прёт, и ты не можешь не писать. Тогда это уже будет признаком того, что процесс пошёл. А каким богам всё-таки поклоняются евреи? А то я как-то немножко запуталась. Яхве – это кто? Это просто израильский бог? Ну, это у них племенной бог какой-то. Племенной. Племенной бог, который стал… Например, победили бы когда-нибудь норвежцы, мы бы сейчас все Одину поклонялись. Понимаете? Победили бы там, не знаю, мексиканцы, какие-то тольтеки. Мы бы сейчас все поклонялись их богам. Кельцакуатли, ещё кому-то. Это их племенной бог, которого они размасштабировали. Но при этом каббалисты же понимают, что есть свет. Что божественная природа – это свет. И когда проходят через эти разные сефиры, воплощения, вот эти древа сефироты, этот свет искажается. Пока доходит до нашего нижнего сефира, он совсем искажается. Итак, они знают, что что-то есть, но они не знают, что это. Ну, это свет, божественная природа – это свет. Нет, как нет? Они есть, достигают… Каббалой занимаются, они это изучают. Так они, по-моему, тьму достигают, а не света. Ну потому что у Кабалы еще и Кабала-Клепот. Там есть обратная темная сторона древа жизни. Вот этот Кабала, этот Сиферот, это древо Сиферота, это древо жизни. А есть как бы обратная, называется Кабала-Клепот. Вот эта магия, которая ихняя, она с Кабалой-Клепот связана. И она очень практичная, очень много ее практикуют. Почему? Потому что они считают, что их все обижают и, соответственно, против своих противников. Это технологии определенные. Это технологии, да? Такие-то вот технологии. Прошлой какой-нибудь цивилизации, так скажем, да? Которые поняли, как работает энергия и сознают эту технологию, они их применяют. Естественно, делают так, чтобы об этих технологиях никто не знал. Потому что все, что про Кабалу говорят в телевизоре, там, то есть Лайтман и все остальное, это все сказки для Гоев, понимаете? Чтобы было ничего непонятно, ничего неизвестно. Потому что силы никто никогда не делится. Профанация. Профанация. Но мы по косвенным признакам, по каким можем понять, что у них все это работает? Государство стоит, Палестина полыхает, банковская система работает, то есть все у них хорошо. А это же на что-то опирается, друзья мои. Это не на то, короче, что с Рокфеллерами опирается. Это опирается вот в первую очередь на жречество. На это жречество. Это жречество держит воинов своих, понимаете? Там Моссад, там Сахал, там и прочие силовые структуры, преступные группировки всякие разные. Да, это же тоже все часть этой большой армии. Если армия видимая, если армия невидимая. Вот криминал – это невидимая армия чья-то, понимаете? Вот наш преступный мир – это чья армия была? Чья? Ну, какие татуировки обозначали криминальных авторитетов? Золотые купола душу мою радуют. Кресты православные, православная символика, церкви на спинах, понимаете? Так чья это была? Чей это был орден? Понимаете? Неужели церковный? А вы знаете, откуда вообще эта история появилась? Это в 20-е годы. Я исследование читал. Откуда появились понятия? Вот это понятие, вот эта вся структурированность преступного мира. До революции были банды. Этих авторитетов звали Иван, не помнящий родства. То есть они отказывались от семьи. Такие бродяги, бродяга. Иван, не помнящий родства. В 20-е годы, когда стали сажать очень много священнослужителей в лагерях. И много этих офицеров, аристократий. Соловецкие лагеря. А Соловецкий – это же монастырь был. Сделали лагерем. И там же монахи остались. И туда бандитов. И получается, эти жрецы, монахи, получили доступ к кому? К шатриям. Что они сделали? Они структурировали. И возьмите кодекс воровской чести и монашеский устав. Там оно все идет по пунктам. Деньги в общак, монашеская касса. Там убивать нельзя, жениться нельзя, семью иметь нельзя, прописку иметь нельзя, политикой заниматься нельзя. Вот по пунктам просто, понимаете? Они внесли сюда эту идеологию, идею. И поэтому эта идея и держала. Как только туда попали деньги, и люди, ну, кто-то там, для них дороже стала идея, чем деньги, то вот пошли криминальные войны. Это 90-е годы. А до этого это все держалось на идеях определенных. Но идеи-то вот оттуда пришли, из православия. Монашеские уставы. Просто вот возьмите, им же даже ворам убивать же нельзя, вы знаете, это убивать нельзя. Воровать только можно. И то там. А все остальное нельзя. Монашеский устав. Возьмите итальянскую мафию. Итальянская мафия, это что такое? Это армия Ватикана. Ватикан же государство. Банк у него есть. Армия его где? Вот эта мафия итальянская, это есть его. Каморра, Коза Ностра, это армия Ватикана. Там жреческую функцию осуществляют, как бы, вот эти кардиналы. Все эти, дон, руку целовать, там, крестный отец. Почему крестный это отец, понимаете? Потому что у них вся эта эстетика католическая, это арияны и католики, у них культ семьи. Почему? Потому что вот это даже блуд не разрешен. То есть чисто вот такой тоже устав, христианский, католический, они его соблюдают, это представитель итальянской мафии. Что такое триады итальянские, китайские? Это вот даосский орден, и это его армия, с помощью которой вот он там двигается в мире. Может, стоит тогда в эти структуры, в наши криминальные, внести вот эту вот идею космизма? Ой, да вы этот фильм не видели, вы этот фильм, не читали Пелевина же, помните? Это Generation P, когда там вот этот криминальный авторитет верит, вот нам идеи не хватает. Поколение P. Generation P, да, придумай, говорит, нам идею, говорит, а то, говорит, мы без идеи, говорит, что ты, говорит, потому что он даже это считал. Конечно, хотят. Первые эту идею русского космизма поднимут какие-нибудь товарищи из ЧВК Вагнер, там, еще кто-нибудь, понимаете? Почему? Потому что вот... Идея уже запущена. Да, конечно. А почему тогда монахи вели и разрешили вот этот вот грех, а это же грех, воровать? Слушайте, ну, наверное, они посчитали, что на фоне того, в какой среде они находились, что это самый такой безобидный грех, понимаете? Это самый, наверное, безобидный грех, потому что на фоне всего остального они смогли привнести вот эту духовную составляющую в эти структуры, понимаете? И, а как оно отразилось? Это человек, я читал исследование, который вот начал исследовать криминальные татуировки. И почему православная символика стала отличительной чертой криминальных авторитетов? И вот начали все это дело ковырять, и докопался он до соловецких лагерей. Как эта смычка произошла? И оттуда стали это все разворачивать. Как эта вся идея поселилась там? Они структурировали этого, чтобы друг друга не убивали, беспредела не было, чтобы там не стяжанием денег занимались, понимаете? А вот эту идею несли. Они же называют это воровская идея, понимаете? Не деньги же там было во главе, у глаз. И идея стояла, справедливости, братство, единство, еще чего-чего-чего. Почему? Потому что государство плохое, оно нас там гнобит, а мы как бы должны внутри этого государства взаимопомощь у нас должна быть. Касса взаимопомощи, там эти общаки все эти прочие были, помогать другим заключенным с этих денег. Вот это же все монашеская история, понимаете? И так в любой... Понимаете, банда, она не может существовать на протяжении поколений, потому что это огонь. Огонь нужно передавать. Банда это вот собрались, ограбили и разбежались. Они не могут долго это делать, понимаете? А это из поколения в поколение, соответственно, там всегда идея есть какая-то. Когда существует Британская империя, вы понимаете, какая там идея есть. Если ты хочешь разрушить Британскую империю, там надо не корабли сжигать, там нужно понять, в чем заключается их идея. И разрушить их идею, на чем это базируется. Как разрушали нашу эту идею преступного мира, туда деньги внесли. И вот эти все криминальные войны начались, там типа старые воры, потом новые воры, потому что новые это про деньги какие-то были, а эти как бы вот про идею были. И вот деньгами это сделали, потому что поняли, в чем причина, понимаете? Но аристократия такая же же проблема, есть новые деньги, есть старые деньги. А там идея не в деньгах. В чем там идея? Что эту аристократию вот так сплачивает? Деньги это инструмент, понимаете? Для них да. В чем там смысл? В чем там идея? А это должны заниматься философы, понимаете? Философы изучать просто вот тексты британцев, о чем там вообще, читать их литературу, каково мы изучаем, немцев, британцев, кого? Понять, в чем там смысл вообще, цивилизационные коды в чем заключаются. Когда ты понял, ты начинаешь по ним бить, по этим цивилизационным кодам. Дискредитировать их, разрушать, высмеивать, там разные технологии есть. Но для этого тебе инструменты нужны, понимаете? Для этого тебе Голливуд свой нужен. Для того, чтобы разрушать американскую идею, тебе нужен аналога Голливуда, центр производства контента, так скажем, качественного. И тогда ты сможешь их идеи высмеивать, как они вот наши высмеивали в своих фильмах. А мы ничем не могли ответить, потому что ответить нечем. Вот повозмущаемся мы с вами, сколько нас там людей посмотрит. Ну, русские, наверное, все-таки, ну, я имею в виду русских как бы вообще. Не стоит, наверное, идти путем разрушения. Даже чужой вот такой вот идеей, может быть, правильнее все-таки создать. Хорошо создать, а донести ее как? Ну, правильно сказали, фильмами, да. Все равно мы упираемся в контент. Мудрыми людьми. В контент все равно упираемся, понимаешь? Потому что идею нужно донести. Да, согласна. Советскую идею доносили качественно поэты, художники, даже сейчас поэты Серебряного века. Мы все до сих пор, вот все считаем там 20-е, 30-е годы. Потом аналога больше не было, такого всплеска в культуре в российской, ну, в России. Не было же, аналога такого не было. Почему? Потому что этой энергии больше нет. И когда признак будет, что эта энергия появится? Когда творческие люди первые отреагируют на эту всю историю. И тогда мы поймем, что это по-настоящему. И тогда уже все это, маховик, закрутится. Соответственно, нам нужно работать на то, чтобы эта энергия появилась. А они будут маркерами. Художники, поэты, музыканты. Они первые, они чувствуют, они сразу это выдадут. Этот образ будущего. И когда уже то, что мы говорим, к нам вернется в виде какой-то песни хорошей. Не вот это его там, знаете, что там казенное написано за бабки. И просто вот, ну, а именно вернется в песни настоящей. Вот тогда мы поймем, что все, эта штука осела в эгрегор. Потому что она к ним из эгрегора придет. В это коллективное бессознательное. Когда оттуда вернется к нам в виде кино, в виде роликов, в виде чего-то, стихотворений. Вот тогда мы поймем, что это работает. Спасибо, Алан. Будем работать в этом направлении. Друзья, с нами был Алан Мамиев. До свидания. До свидания.